В компьютерном пространстве с молодыми на равных. Татьяна Санкина, хоть и на пенсии, однако времени зря не теряет, активно пользуется социальными сетями, интересуется историей и географией нашего края. Поэтому решила принять участие в конкурсе викторини «Самара в движении». Татьяна Фёдоровна признаётся, победить помогла статья краеведа Глеба Алексушина. Полученные знания пригодились, многие вопросы не вызывали затруднения. Я прочитала, была большая такая статья о самарском троллейбусе. И тут получается, что вот эта викторина, конечно, она мне во многом помогла получить эти ответы. Это очень интересно, очень познавательно. Продолжайте, мы будем ещё участвовать. Поучаствовать в конкурсе решила и студентка Екатерина Лузанова. Девушка учится в самарском филиале Московского городского педагогического университета. Добирается до университета почти всегда на троллейбусе. Признаётся, некоторые вопросы викторины ей показались сложными, поэтому для поиска ответов использовала дополнительную литературу. Но многое знала и до этого, так как изучает историю и социально-политические дисциплины. Да и в культурной жизни города знает толк. Я подписана на все музеи, на администрацию Самары, потому что таким образом я слежу за афишами каких-то культурных событий. Тоже, кстати, часто их посещаю. Поэтому вот листая как раз-таки ленту в социальной сети администрации я и узнала об этой викторине. Сразу решила поучаствовать, потому что троллейбус – это мой самый любимый вид транспорта. Организатором конкурса викторины выступило Управление информации аналитики аппарата администрации городского округа Самара во взаимодействии с Департаментом транспорта, муниципальным предприятием трамвайно-троллейбусное управление и единым оператором электронного проездного «Объединённая транспортная карта». Конечно, мне и окликнутся большое количество горожан, интересуются, занимаются. Более того, викторина уже позволяет прочитать какую-то литературу, чем-то там поинтересоваться. Удивило то, что троллейбусное движение в Самаре было открыто в 1942 году, разгар Великой Отечественной войны. Люди, несмотря на такое тяжёлое время, своим героическим трудом поднимали троллейбусы, делали всё для того, чтобы была победа и в тылу, и на фронте. Вот эти человеческие качества этих людей, которые запустили троллейбусное движение, меня искренне восхищают. В течение недели участники в официальных аккаунтах администрации Самары отвечали на вопросы и зарабатывали баллы. Екатерина и Татьяна набрали максимальное количество очков по итогам всех конкурсных постов. От администрации города, от трамваян троллейбусного управления вам огромное спасибо, что вы поддержали эту такую инициативу, приняли в ней участие. Поэтому, значит, мы вам дарим подарки. Знатокам провели экскурсию по музею муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» и вручили транспортные карты с пополнением на полторы тысячи рублей, а также сувениры с символикой национального проекта «Безопасные качественные дороги». Яркий зонт поднимет настроение и защитит от дождя, а книга об истории ТТУ обогатит новыми знаниями, которые пригодятся для участия в других подобных конкурсах. Это все во благо людей. Так что спасибо вам большое. После того, как в этом году была проведена рекрутинговая кампания на трамвайно-троллейбусном управлении и улучшилась ситуация с водителями, с кондукторами, с выпуском на линии. В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» нам 22 «Адмирала» пришло. Они, их отзывы пока только положительные, но тем более там есть кондиционер, и поэтому там и зимой комфортно, тепло, и летом в жару это первый транспорт, где люди тоже прохладу могут ощутить. Так, в целом, если посмотреть, вообще 80 лет — это огромный срок. Так вот, ну, на минуточку, за последние там пару десятков лет во многих крупных городах России электротранспорт, ну, каким-то образом ушел, позакрывался. Где-то разобрали рельсы и сняли трамваи, где-то убрали троллейбусы, может быть, частично заменив их автобусами. У нас все сохраняется. Общественный транспорт продолжают закупать ради комфорта пассажиров и обеспечения стабильности перевозок. Направляются заявки на приобретение нового подвижного состава. И в профильном городском департаменте, и в транспортных предприятиях очень надеются, что все заявки будут одобрены. А уже в это воскресенье, 6 ноября, в городе отметят 80-летие самарского троллейбуса. Сейчас этот вид транспорта играет важную роль в обеспечении транспортного сообщения нашего города. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Константин Головин. События.